Приветствую вас, Максим. Как минимум в вашем тексте уже есть противоречия, которые вам для начала нужно для себя разрешить, потому что это противоречие, оно может вам усложнять жизнь в дальнейшем. Итак, вы пишите, что моей девочке не нравится заниматься сексом. Если вы пишете так, что ваша девочка не нравится заниматься сексом, значит ей это неприятно, значит она испытывает какое-то обращение к сексу. Но далее, совсем следующим словом, следующей строчкой, вы пишете, что ей приятно. И вот это противоречие, оно на самом деле скорее дезориентирует, чем дает какую-либо информацию и понимание вас в цел. То есть вообще девочке не нравится заниматься сексом. Почему? Ей приятно. Что именно? Она не может испытать оргазм. Ну, это имеет под собой множество оснований, в частности. Одним из оснований может быть то, что вы ведете себя в постели с ней так, что она не может получить оргазм, в частности. В частности, может быть у нее стоит какой-то блок, в частности, да? То есть вариантов здесь может быть достаточно много, вариантов здесь может быть достаточно прилично. Но главное все-таки, главное все-таки, нет, а главное все-таки то, что для кого являются проблемами. То есть, ну, не может девочка получить оргазм. Не считает она этой проблемой. Ну, это исключительно ее выбор, исключительно ее, браво, браво, вы так, вы с этим не согласны? Вот. Ну, она не хочет с этим ничего делать, но она до этого еще не дошла, она до этого еще не доросла, она не созрела. Вот. Возможно, она подсознательно понимает, что ее проблемы, значит, в постели, связанные, связанные с какими-то, другими проблемами, и решать эти самые другие проблемы она не хочет. Ну, просто не хочет, просто потому что боится и так далее. Вот. Но это ее проблема, не ваша проблема, а вы ведете себя так, как будто проблема это в большей степени ваша, это не является проявлением здоровых отношений, потому что, ну, есть, как бы, человек, да, есть секс с твоими проблемами. Вот. И, как бы, ну, вы не вправе указывать ему, что менять в этом смысле, в этом случае, вы не вправе это делать. Вот. Другое дело, другое дело, если подобное задевает вас, так или иначе, другое дело, вот в этом случае, да, в этом случае, если вас это вызывает, то в этом случае я боюсь, что речь идет уже не о девушке с ее проблемами, а речь идет скорее о вас. То есть, речь идет о том, что вы сами воспринимаете очень негативно то, что она не может получить от газа. И вы из-за этого чувствуете себя сами, ну, как-то плохо, из-за этого вы чувствуете себя сами, как-то некомфортно, из-за этого вам как-то не по душе, вот, и так далее. Ну, согласитесь, это уже, это скорее ваша проблема, а не проблема девушки. То есть, я надеюсь, что вы этот момент отделяете. И тогда, в некоторой степени, суммируя все вычисказанное, да, хочется задать вам вопрос. Цель вашего обращения сюда, к нам на сайт, помочь кому? Помочь девушке или себе? Если девушка, рекомендации одни, если себе, рекомендации другие. Но совершенно точно могу сказать, что если вы хотите сохранить отношения своей с девушкой, совершенно точно, если вы хотите сохранить отношения с ней, то вам необходимо разговаривать в постели. Вам необходимо исследовать друг друга. И вам необходимо в сексе ориентироваться на себя. Не на других людей, как, то есть, ну, не на партнера, да, то есть, вот, вы ориентируетесь в том же сексе, да, вы ориентируетесь, скорее всего, на нее, а не на себя, вот, что очень негативно сказывается на отношениях, потому что, ну, никому не понравится. Так, это тебе очень тяжело. Можно предложить вам обоим обратиться к психологу. Ну, сначала к психологу, потом, может быть, к сексологу, вот. Но, как правило, у женщин невозможность получить оргазм связана с психологическими проблемами, и, соответственно, ей, не знаю, просто работа с психологом. Вот. Часто, часто, невозможность получить оргазм связана с отсутствием доверия. Вот, не значит, что вы, какой-то плохой человек, не значит, что вы что-то делаете не так. Это значит, что она просто сама не может расслабиться, просто сама не может, ну, получить наслаждение, и сама не может дождаться процессу. Это может быть связано с семьей и так далее, но это нужно решать самой девушке, не вам. Вам в это вмешиваться не нужно, так вы рискуете отношения разрушить, к сожалению. Вот так, я думаю можно ответить вам на ваш вопрос, хотя вопросов вы не задавали, что как бы тоже позиция, то есть, что как бы тоже нюанс, да, почему вы вот на это обращаетесь, а вопросов никакого не задаете, да, то есть, запроса никакого у вас нет. Это тоже, конечно, очень важный момент. Вот, в целом мне показалось, что вы не очень верный себе человек, и в целом мне показалось, что вы испытываете, ну, тревогу из-за того, что девочка не может получить оргазм. Опять же, проектирует она себя. И если вы хотите, чтобы девочка все-таки расслабилась, вам для начала нужно стать для нее опорой. Чтобы стать для нее опорой, нужно стать опорой для себя. Для этого необходимо перестать тревожиться из-за этих вещей. Значит, если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...